здравствуйте дорогие зрители и подписчики канала кин знания сила сегодня поговорим о том почему не надо паниковать по поводу коронавируса который появился в китае да к сожалению все больше и больше случаев заражения отмечаются в китае и в других странах мира а также с каждым днем приходят сообщения о новых летальных исходов однако есть некоторые моменты и новости которые появились в ближайшее время в 7 которые вселяют оптимизм о них сегодня мы и поговорим и первым моментом который не может не вселять оптимизм являются те меры которые предприняло китайское правительство для того чтобы ограничить распространение вируса как вы знаете 11 миллионный город ухань будет полностью блокировал никого не впускали город никого не выпускали из него да конечно некоторым людям удалось покинуть город и сейчас отмечается стучей заражения в сша и в австралии и вьетнаме и некоторых других странах представляете что было бы если бы китайское правительство не предпринимала никаких мер к тому же китайские ученые сейчас разрабатывают вакцины против данного заболевания а также полностью изучили геном коронавируса который появился в китае а это означает что если ученым известен геном вируса то они знают его уязвимые точки и уязвимые цепочки генетической структуры поэтому будем надеяться что в ближайшее время все таки будет найдено лекарство либо какая-нибудь вакцина также уже точно известно что китайскими учеными разработана методика точного диагностирования коронавируса из китая если недавно гриппозное состояние от коронавируса китая мы отличить не могли и приходилось госпитализировать как больных гриппом так и больных с коронавирусом а потом уже разбираться что у данного больного эта инфекция или другая то теперь скорее всего китайское правительство распространит эти тесты по самым крупным городам мира и в аэропортах уже больные с коронавирусной инфекцией будут изолироваться от общей популяции на более ранних стадиях что конечно же предотвратит распространение инфекции по всему миру также еще одной хорошей новостью является то что в сми появились сообщения о выздоровевших 57 человек которые болели коронавирусной инфекцией в китае сейчас выписаны домой и уже не имеют никаких симптомов а это означает что вирус не имеет тотальной летальности и что после него от это из этого заболевания можно вылечиться поэтому принимаем сведению небольшая историческая справка о тех инфекциях которые появились в китае 2002 году точно такую же панику вызывала атипичная пневмония которая зародилась более 8000 человек но в дальнейшем оказалось что атипичная пневмония не склонна к всемирному распространению то есть заболела всего лишь 8000 человек из которых только девять процентов умерли как бы это цинично не выглядело но в масштабах планеты это довольно таки скромная цифра и можно сказать что далеко не каждая инфекция склонна к распространению а если вы не помните то при атипичной пневмонии 2002 году к государства китая то есть китай принимала намного меньше мер и кроме того даже замалчивала проблему для того чтобы не испортить торговый и международный имидж китая сейчас же китай абсолютно другой политики под придерживается и сразу же распространил информацию о том что на его территории появился новый вирус также нужно сказать что далеко не каждая смертельная инфекция склонна к пандемиям и эпидемиям примеру сибирская язва она является смертельным заболеванием которое приводит к летальным исходам в ста процентах случаев однако почему она менее опасна чем чума и та же самая холера да потому что чума и холера склонны к пандемиям а сибирская язва нет переносчик ее сразу же умирает и не дает распространиться вирусу то есть возбудителю на несколько стран и на большие территории скорее всего данный вирус также является такой инфекцией и не относится к пандемичным и особо опасным поэтому это еще один повод успокоиться еще одним фактором который будет несомненно препятствовать распространению вируса по миру это та паника которая возникла сейчас по всему миру предпринимается небывалые меры предосторожности везде располагаются приспособления которые определяют температуру человека и тот страх который сейчас распространился по всему миру несомненно будет способствовать тому что инфекция в скором времени должна будет сойти на нет потому что всех людей которые даже болеют гриппом сейчас изолируют и не дают распространиться предполагаемой коронирной коронавирусной инфекции за пределы изоляторов ну и давайте еще раз вспомним историю люди которые постарше особенно те которые родились раньше 80-х и 90-х годов помнят что это не первая инфекция которая вызывала всемирную панику нам пришлось пережить и эпидемию атипичной пневмонии которая распространялась на 8000 человек и эпидемию свинного гриппа когда также говорили что люди умирает прямо в аэропортах ну и конечно же все помнят птичий грипп который вообще передавался через птиц и на очень большие расстояния переносился этим пернатыми животными однако давайте взглянем фактом в лицо как много пальных с птичьим гриппом либо со свинным гриппом либо же с атипичной пневмонией вы видели лично скорее всего ни одного поэтому давайте успокоимся и вспомним что каждая эпидемия каждый новый вирус каждая новая зараза в том числе и и было вызывали очень большой страх среди обычных жителей но чаще всего предпринятые меры способствует тому что никакая зараза никуда не распространяется ну и последний фактор который вселяет спокойствие это то что скоро весна а как вы знаете большинство гриппозных эпидемий сходят на нет при потеплении поэтому скорее всего данная инфекция тоже исчезнет как свое время атипичная пневмония напомню атипичная пневмония в последний раз фиксировалась 2003 году после чего не было зафиксировано ни одного ее случая на земле а паника была такая же как и сейчас надеюсь мое видео вам понравилось благодарю вам за то что вы потратили время на меня если вам не трудно ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь ссылками на данное видео в социальных сетях а также пишите свое мнение в комментариях относительно того что происходит мне очень очень интересно услышать ваше мнение и надеюсь что мы еще встретимся на моем канале в будущем подписывайтесь на мои видео для того чтобы не пропустить их удачного дня вам и конечно же не болейте